Уважаемые учащиеся, абитуриенты, видимо, лицея при высшей школе экономики, мы сегодня начинаем серию вебинаров, серию, состоящую из двух вебинаров, по разбору тестов для поступления в лицей по предмету информатика. Меня зовут Иванова Наталья Геннадьевна, я учитель лицея номер 10, который тоже имеет отношение к высшей школе экономики. Итак, у вас в тесте, который вывешен на сайте, 20 вопросов. Темы вопросов этого теста вот здесь перечислены. Это система счисления, информация, то есть теоретические основы информатики, в которую входят кодирование текстовой и графической информации, измерение информации, логика, алгоритмизация и программирование, пользовательский курс. Я выделила на этом слайде две последние темы, потому что это предмет разговора в следующий вторник. Сегодня мы с вами говорим вот об этих трех темах. Темы касаются содержания предмета информатика уровня 7, 8, 9 класса. Часть вопросов, которые у вас присутствуют в тесте, они относятся к заданиям ОГЭ. Если вы готовитесь к экзамену ОГЭ, то, скорее всего, вы штудируете соответствующее задание. Правда, некоторые задания сформулированы не так, как в ОГЭ. Итак, первый вопрос у нас связан с темой системы счисления. Предполагается, что вы обладаете следующей системой знаний. Вы умеете переводить десятичные числа в двоичные и двоичное число в десятичные. Вы знаете степень двойки. Вот про это особо хочу сказать. Человек, который собирается заниматься информатикой, ну и впоследствии, видимо, мыслит себя специалистом области IT, вообще степени двойки до пятнадцатой степени знает наизусть. Можно сказать, что это наша система, ну, таблица умножения. Мы производим расчеты всегда в степенях двойки, всегда видим эти степени двойки в любом числе. Это должно быть доведено до уровня условного рефлекса. Дальше. Ну, скажем, для того, чтобы успешно и быстро написать, и без ошибок написать тест, желательно знать до десятой степени точно степени двойки. То есть в любом состоянии вы должны сказать, что пятьсот двенадцать – это два в девятой степени. А два в десятой степени – это тысяча двадцать четыре. Дальше. Вы должны знать короткие алгоритмы перевода в чисел в системах счисления с основанием степени двойка. То есть это система счисления двоичная, восьмеричная, шестнадцатиричная. Это особая система для любого программиста. Ну, первое. В двоичной системе счисления работает компьютер, но записывать информацию в двоичной системе счисления крайне-крайне неудобно, поэтому программист старается сжать эту информацию либо в восьмеричную систему счисления, либо в шестнадцатиричную. Вот это система счисления, которая для программиста, пожалуй, даже важнее, чем десятичная система счисления. Поэтому эти алгоритмы надо точно хорошо представлять. Ну и простейшие арифметические действия в двоичной арифметике. То есть простейшие действия – сложение, умножение, по крайней мере, представлять, как это выполняется. Конечно, хорошо бы знать, как выполняется вычитание и деление, но об этом поговорим в десятом... Поговорите в десятом классе, но от умножения и сложения желательно бы представлять, как это выполняется. Материал девятого класса. Итак, первое задание у нас выглядит следующим образом. Как записывается в шестнадцатиричной системе счисления восьмеричное число 7-7? И, как вы помните, маленьким подстроченным индексом показывается основание системы счисления. То есть 7-7 восьмеричной системе счисления. Я надеюсь, что вы что-то в себе записываете, не только слушаете меня, поэтому буду делать какие-то паузы, чтобы вы успели записать. Первое действие. Перевести число восьмеричное в двоичную систему счисления. Переводим это число по следующему сокращенному алгоритму. Поскольку у нас 8 – это 2 в третьей степени, это означает, что любая восьмеричная цифра представлена будет тремя двоичными цифрами. Поэтому мы каждую цифру, которая здесь есть, переводим в двоичную систему счисления. На самом деле, еще одно знание, которое вы точно должны были отштудировать на протяжении 8-9 класса. Нужно представлять, что из себя представляют десятичные числа в двоичной системе счисления. То есть тоже знать, что у нас единичка – это единичка, двойка – это 1-0 в двоичной системе счисления, тройка – это 1-1, в частности, семерка – это 1-1-1. Дальше. Поскольку нам надо двоичное число перевести в 16-ти речную систему счисления, мы опять идем в том же ключе, в той же диалоге. Мы понимаем, что 16 – это 2 в четвертой степени. Следовательно, чтобы двоичное число перевести в 16-ти речную систему счисления, мы должны разбить двоичный код, который здесь представлен на группы по 4 элемента. Вот я специально переписала это значение вот в таком виде. Теперь каждую из этих групп мы переводим в 16-ти речную цифру. Ну, здесь опять же табличку перевода чисел до 16-ти лучше бы, конечно, себе представлять. И очень просто учить. Ну, например, можно запомнить, что 4 единицы – это число 15, которое как цифра в 16-ти речной системе счисления записывается как буква F. И опять же, цифры 16-ти речной системы счисления нужно тоже себе представлять. Помним, какая у нас проблема есть. 16-ти речная система счисления. Используют арабские цифры, которые мы привыкли использовать, но их 10. Как же записывать тогда цифру 10, 11, 12, 13 и 14? Люди решили, что эти цифры будут записываться первыми буквами латинского алфавита. Поэтому 10, цифра 10 в 16-ти речной системе счисления записывается как цифра А. Цифра 11 в 16-ти речной системе счисления записывается как буква B. Ну и так далее. То есть 15 – это цифра 16-ти речной системы счисления записывается как F. То есть у нас получается вот такая история. Еще раз повторяю. Берем число, которое есть в нашем задании. Оно представлено в 8-речной системе счисления и переводим его в двоичную систему счисления. Как? Каждую цифру представляем как 3 цифры двоичные. После этого разбиваем наше число на группы по 4 символа. Если у нас в последней старшей группе не хватает символов до 4, ничего страшного. Представляем, что там стоят нули. И теперь каждую из этих групп переводим отдельно в 16-ти речную цифру. Поэтому ответом здесь будет 3F. Вам надо будет в тесте выбирать ответы. Поэтому вы узнаете этот ответ и укажете номер этого ответа. Следующее задание. Сколько значащих нулей в двоичной записи числа, которые можно представить в виде? И вот здесь представлено вот такое выражение. В этом выражении есть 4 десятичных числа. 2, 32, 256 и 512. Мы в обычной жизни с вами основание системы счисления 10 не пишем. Но поскольку речь идет о системах счисления, то есть об операциях в разных системах счисления, в этом случае в десятичной системе счисления для ясности тоже основание прописывается. Ну, как здесь можно поступить? Можно, конечно, сложить эти все числа в десятичной системе счисления, потом это число перевести в двоичную систему счисления. Это нерационально. А программисты вообще по своей сути очень рациональные люди, и поэтому они будут действовать по более короткому алгоритму. В системах счисления есть такой закон. Если какое-то число из себя представляет основание системы счисления, возведенное в какую-то степень в своей системе счисления, оно будет выглядеть как единица из столько нулей, какова степень. Вот привожу пример. Десятичная система счисления. 10. Что это такое? Это 10 в первой степени. Что такое 100? Это 10 в квадрате. Поэтому у нас записывается единичка и два нуля. 10 в первой степени, единичка и один ноль. Что такое 1000? Это 10 в третьей степени. Поэтому 1000 записываем как единичка и три нуля. Вот этот закон распространяется абсолютно на все системы счисления. Поэтому переводить десятичное число в двоичную систему счисления в принципе можно по сокращенному алгоритму. Не делить долго-долго это число на 2 и при этом еще вспоминать мучительно, а как нам записывать правильный ответ, а искать в этом числе степень двойки. Вот здесь у нас такой замечательный пример, в котором вообще ничего кроме степеней двоек нет. Поэтому первое, что мы с вами делаем, записываем это число по-другому. 2 это 2 в первой степени. 32 это 2 в пятой степени. 256 это 2 в восьмой степени. 512 это 2 в девятой степени. Следовательно, двоечка запишется как 1, 0 в двоичной системе счисления. То есть единичка и 1, 0, поскольку первая степень в двоичной системе счисления. Двойка, единица и 5, 0. Двойка в восьмой степени запишется как единичка и 8, 0. Двойка в девятой степени, единичка и 9, 0. И теперь, чтобы это складывать, нам не составляет никакого труда все это сложить. Я вот специально записала эти значения друг под другом, поразрядно. Поэтому мне сложить эти числа не составляет никакого труда. Вот здесь ничего кроме единички в этом разряде нет. Здесь ничего кроме единички в этом разряде нет. Ну и так далее. То есть я получила вот такое число. Что меня спрашивает? Меня спрашивают, сколько значащих нулей в этой двоичной записи? Что такое значащие нули? А значащие нули – это те нули, которые есть в самой записи числа. Вот их у нас 1, 2, 3, 4, 5, 6. Поэтому ответом будет 6. Почему говорят про значащие нули? Ну потому что любое число мы можем представить себе как бесконечное количество нулей, которые вот здесь вот слева находятся. Мы их просто в обычной жизни не пишем. Мы их пишем в крайнем случае, когда это вот нам требуется по какой-то задаче, опять же нашей программистской задачи, например, да? А в обычной жизни мы их не пишем. Они называются незначащие. А вот значащие нули – это те, которые участвуют в записи числа. Их мы с вами и считаем. Вот это два задания, которые у нас есть с вами на системе исчисления. И в данной ситуации, наверное, я поступлю следующим образом. Я сейчас пока отменю показ презентации. И если есть сейчас какие-то вопросы, чтобы я понимала, есть ли вопросы, достаточно ли я подробно рассказываю, вот можно сейчас в чате со мной будет пообщаться. Если вопросы есть, то вы мне можете сейчас их задать. Если вопросов нет, я просто дальше в этом же темпе буду рассказывать все. Если есть вопросы, сейчас можно их задать. Так, ребят, повторяю. Нужно обязательно степенью двойки знать. Нужно знать, как записываются цифры в 16-речной системе исчисления. Вот это для нас важно. Для людей, которые собираются информатикой заниматься на профессиональном уровне. А люди, которые идут в профильный класс, собираются так поступать. Хорошо, вопросов я пока не вижу. Тогда я приступаю снова к тому, чтобы посмотреть на наш экран и вернуться к нашей презентации. Следующий вопрос связан с другой темой. Это тема информации в общем виде. Какую систему знаний предполагается проверить у вас этим тестом? Первое. Вы должны знать единицы измерения информации и их соотношение. Опять же, соотношение единиц измерения информации это степенью двойки. Самая маленькая единица измерения это бит. Дальше идет байт. Это 8 бит или 2 в третьей степени бит. Дальше у нас идет килобайт. В килобайте 2 в десятый байт. Дальше идет мегабайт. В мегабайте 2 в десятый килобайт. И так далее. Дальше нужно знать золотую формулу информатики. Она нам сейчас пригодится в задачках мы будем решать, использовать эту формулу, когда будем решать задачи. Это 2 в степени е равняется n. Почему она называется золотой формулой информатики? Потому что эта формула вот в таком написании используется в разных темах. Просто переменные, которые используются в этой формуле, будут иметь разное содержание. И это нужно понимать. Дальше. Принципы кодирования текстовой и графической мы рассматриваем в курсе 8-9 класса только растровую информацию. То есть графическая растровая информация рассматривается. Ну и формула вычисления объемов закодированной информации. Вот у вас третья задачка посвящена кодированию текстовой информации. Что вы должны знать для того, чтобы решать это задание? Так оно выглядит в демо-версии. Выберите фрагмент текста, имеющий максимальную сумму кодов, символов. То есть используется таблица кодировки ASCII. И вот приведены некоторые фрагменты. Кавычки мы не считаем. Даже если бы мы их считали, они у нас везде присутствуют, поэтому они как бы никак не влияют на сумму кодов. Что здесь мы должны точно знать? Во-первых, вы должны знать, что такое таблица ASCII. Это закон, по которому кодируется текстовая информация. По этому закону все символы, которые мы набираем с вами, грубо говоря, на клавиатуре компьютера и многие другие, имеют десятичный номер. Этот десятичный номер переводится в двоичную систему исчисления. Это и есть тот код, который хранится в памяти компьютера. И все эти коды находятся в лексикографической упорядоченности. Понятно, что вас в тесте не будут спрашивать про знаки припинания или про какие-то особые символы. Нас будут интересовать те символы, которые мы с вами привыкли в тетрадочке по математике, например, писать. Это цифры и буквы. Мы должны знать закон, по которому распределяются эти символы в таблице ASCII. Вы должны знать, что цифры находятся раньше буквы. Это означает, что код цифры будет меньше, чем код буквы. И код цифры 0 меньше, чем код цифры 9, потому что они находятся в лексикографической упорядоченности именно от 0 к 9. Дальше. Мы должны знать, что, например, большие латинские буквы находятся раньше, чем маленькие латинские буквы. И они находятся по алфавиту. То есть от А до Z большие буквы, потом от А до Z маленькие буквы. Ну и тогда, если все это знать, то задачка становится очень-очень простой. То есть, когда прочитаешь впервые эту задачу, может показаться, неужели я должен все таблицу ASCII знать наизусть. Да нет, конечно. Нужно знать то, что я вам рассказала. Поэтому что мы с вами смотрим? Вот мы смотрим, что, во-первых, везде здесь по три символа. Во-вторых, если у нас есть последовательности, в которых есть цифры, то эти последовательности явно будут иметь меньшую сумму кодов, нежели чем те последовательности, в которых у нас есть буквы. Вот у нас есть две последовательности, в которых они начинаются с двух цифр, тут две цифры, и есть последовательность, в которых есть буква и две цифры. Они явно будут уступать тем последовательностям, в которых находятся у нас одни буквы. Вот, собственно говоря, наши претенденты на то, чтобы иметь максимальную сумму кодов-символов. Ну а теперь давайте сравнивать в случае 2 и в случае 4. Что здесь у нас находится? Буква Z – это последняя буква латинского алфавита. Она имеет самый больший код. Буква W находится и в той, и в другой последовательности. Буква K находится и в той, и в другой последовательности. По сути дела, все это будет сводиться к тому, чтобы сравнить код буквы Z и код буквы N. Но явно у буквы Z он находится дальше, ближе к концу алфавита, дальше от начала алфавита. Явно код Z больше, чем код N. Поэтому 4 – это и есть наш ответ. Следующее задание тоже посвящено количеству информации, но разворот совершенно другой. Здесь действительно считается количество информации. И вопрос выглядит так. Какое сообщение содержит меньше информации? И вот есть 5 сообщений, которые здесь у нас находятся. Каким образом мы можем отвечать на этот вопрос? Дело в том, что количество информации у нас зависит от количества равновероятных событий. Чем большее количество равновероятных событий, тем большее количество информации у нас получается. То есть по золотой формуле 2 в степени равняется N. Вот такое соотношение у нас точно есть. Поэтому мы что должны посмотреть? А какое количество равновероятных событий в каждом случае у нас есть? Вот смотрите. Первый случай. Из 64 экзаменационных билетов был вытянут первый билет. То есть у нас есть 64 случая, где наугад вытягивается билет. Это равновероятные случаи. То есть у нас этих равновероятных случаев у нас получается 64. Записали. 64. При стрельбе по мишине из 10 очков за один выстрел было выбито 8. Сколько у нас равновероятных случаев? Ну понятно, что здесь рассматривается человек, который вот будет стрелять, ну скажем, случайным образом. Либо мы случайно об этом узнали. Поэтому вот эти случаи тоже рассматриваются как равновероятные. Их 10. Из 13 различных призов наугад был выбран ноутбук. Но здесь слово наугад просто произнесено. То есть равновероятных случаев у нас 13. Во время игры «Что, где, когда» из 20 секторов с вопросами выпал сектор 13. Ну вы помните, да, что в игре «Что, где, когда» у нас там бегает волчок, и он случайным образом выбирает какой-то сектор. То есть наугад можно сказать, да. Вот тоже равновероятных событий у нас 20, сколько секторов. Ну и в последнем случае. Иван живет на втором этаже пятиэтажного дома. Событие о том, на каком этаже живет товарищ в пятиэтажном доме, он может жить на любом этаже. То, что там вот конкретизировали, что он живет на втором этаже из пятиэтажного дома, это означает, что выбрали один из пяти равновероятных случаев. Вот так разбирается эта задачка. Ну а дальше дело техники. Мы выбираем тот ответ, тот ответ, в котором у нас получается количество равновероятных событий меньшее. А это пятый случай. То есть в сообщении «Иван живет на втором этаже пятиэтажного дома» содержится меньше всего информации. Следующее задание. И тоже про количество информации. Здесь уже требуются у нас расчеты. Так что можно взять ручку и посчитать на листе бумаги. Надо сказать, что арифметика в информатике, особенно все, что касается девятого класса, она очень простая. Она всегда сводится к степеням двойки. Еще аргумент в пользу того, что степени двойки надо знать наизусть. Тогда будет казаться, что ничего считать не надо. Просто аккуратно все расписать надо. Итак, что у нас здесь происходит. В альбоме с марками 64 страницы. На каждой странице марки расположены 8 рядов. Какое количество информации несет сообщение о том, что нужная марка находится в четвертом ряду? Ну, вот здесь такой случай, когда в условии задачи есть лишняя информация. По сути дела, нас не спрашивают, где именно находится марка. Нас не спрашивают, на какой именно странице и в каком именно ряду находится марка. Нас спрашивают, сколько информации содержится в сообщении о том, что марка находится в четвертом ряду. Поэтому для нас количеством равновероятных событий является только информация о количестве рядов. 8 рядов. Поэтому количество равновероятных событий у нас n равняется 8. И вот она, золотая формула информатики. 2 в степени i равняется n, а n равняется 8. Поэтому 2 в степени i равняется 8. Мы должны подобрать такую степень двойки, чтобы она равнялась восьми. Если вы знаете степень двойки, то ответ 3 вам сразу приходит в голову. То есть ответ на вопрос, который поставлен в задаче, I равняется 3. Вы будете выбирать из множества ответов, которые в тесте есть, вы будете выбирать номер этого ответа. Но провешивать вы будете на листе бумаги. Вы понимаете, что в данной ситуации количество информации считается в битах. Еще раз, для вот этой задачи важно, что часть информации, которая есть в условиях задачи, нам просто не нужна для решения задачи. Пусть это вас не сбивает. Так тоже бывает. Следующее задание тоже посвящено кодированию информации, подсчету объема информации. Но в данной ситуации речь идет о растровом изображении. Что такое растровое изображение? Ну, вы, наверное, все работаете в каких-то графических редакторах, и в вашей практике уж точно есть стандартный графический редактор Paint, который есть в стандартных программах операционной системы Windows. Вот Paint является растровым редактором. В чем суть растрового редактора? Каждый рисунок, выполненный в этом редакторе, представляет из себя множество цветных точек. Тогда встает вопрос, а что нам нужно для того, чтобы сохранить информацию об этом рисунке? Можно сказать, что нам нужны координаты каждой точки и цвет каждой точки. Количество цветов очень большое на современных компьютерах, поэтому память, которая нужна для сохранения информации о количестве цветов, тоже может быть достаточно большая. От этого, от количества цветов, которые используются в палитре, будет зависеть объем памяти, который необходим для хранения информации о цвете пикселя. Я проговорила, для того, чтобы сохранить информацию о рисунке, нам нужны координаты и информация о цвете каждого пикселя, каждой точки нашего рисунка. Но в этой ситуации с координатами мы можем обойтись каким образом? Если, например, мы зафиксируем какую-то систему координат, для каждой точки ее положение будет всегда одно и то же, оно будет определено. Действительно оно так. С экраном монитора вашего компьютера связана условная система координат, где ось Х идет по горизонтали, а ось У идет по вертикали. Следовательно, каждая точка вашего рисунка в этой системе координат имеет совершенно точные координаты, поэтому их хранить не надо. А нужно хранить только информацию о цвете каждой точки. То есть вот эта система координат, в которых зафиксировано положение каждой точки, называется растром. Обычно растр записывается как произведение количества точек по горизонтали, умноженное на количество точек по вертикали. Если вы посмотрите на свойства экрана, например, вашего компьютера, то вы можете посмотреть разрешение, которое сейчас установлено на вашем экране. Это и есть растр, который у вас сейчас установлен. Кроме того, вы можете устанавливать какой-то слой, там целое меню будет, которое позволит вам поменять этот растр. Еще может быть это поменено, например, с помощью графического редактора. То есть они могут быть разные, такие растры. То есть количество точек, которые мы сейчас используем в нашем рисунке. Но они все имеют, поскольку мы установили этот растр, они все имеют фиксированные координаты. Итак, запомнили. Для того, чтобы сохранить информацию о каком-то графическом изображении, нам надо хранить информацию о цвете каждой точки рисунка. Теперь приступаем к решению нашей задачи. Итак, в результате преобразования растрового изображения количество цветов уменьшилось с 512 до 8. Опять, смотрите, 512 – это 2 в 9 степени. 8 – это 2 в 3 степени. Опять у нас в действие пошли степени двойки. То есть во сколько раз уменьшился информационный объем этого изображения? Давайте разбираться с нашей задачей. Давайте перепишем условия задачи. Вот N – это количество цветов. Первое изображение я обозначила N1. Количество цветов у нас 512 и сразу перешла в степени двойки. Да, в 9 степени получилось. Взяли, изменили нашу палитру, изменили количество цветов, уменьшили до 8. N2 равняется 8. Это 2 в 3 степени. Посчитаем объем. В первом случае объем считается как? Вот эта величина, степень двойки, называется битовой глубиной цвета. Объем изображения считается по формуле. Битовая глубина, умноженная на растр. Поскольку у меня из них ничего не сказано, сколько точек у меня есть в моем рисунке, вот я просто обозначаю это количество точек буквой R. Поэтому у меня первый объем, объем первого изображения будет выражен как? 9 умноженное на растр. Ничего у нас с нашим изображением не делали, кроме того, что вот изменили палитру, уменьшили ее с 512 и уменьшили до 8. Второй объем у нас в этом же принципе будет просчитываться как? Битовая глубина 3, умноженная на тот же растр. Поскольку с рисунком ничего не делали, его не уменьшали, не растягивали, ничего с ним не делали, кроме как изменили палитру, растр будет тот же самый. Мне нужно найти соотношение, то есть во сколько раз уменьшился информационный объем этого изображения, это значит мне надо найти отношение V1 к V2. Вот я его ищу. V1, то есть 9R, он делен на 3R и получаю, собственно говоря, 3. R у меня благополучно сокращается, поскольку в задаче от них ничего не зависело, вот они и в расчетах у нас абсолютно точно исчезают. То есть так решается эта задача. Ну и опять же, наверное, сделаю так. Мы закончили еще один раздел. Я снова возвращаюсь. И если в чате возникают какие-то вопросы, я могу сейчас совершенно спокойно вам ответить на эти вопросы. Чат у меня открыт, вопросов я пока не вижу. Так, вопросы. Ну раз вопросов нет, я с того ухожу тогда в демонстрацию экрана и приступаем еще к одному разделу, который нам очень нужен для того, чтобы успешно заниматься информатикой. Итак, следующий раздел. Раздел очень нужный по следующим аспектам. Ну, во-первых, начнем с того, что математическая логика является разделом математики. Вроде бы логично было бы этот раздел изучать в математике, но я думаю, что в математике вообще как-то с таковым этим разделом не знакомились. Ну, в математике просто он не актуален для вашего знания математики в данный момент. А вот нам на информатике очень нужен этот раздел. Почему? Ну, первое. Для человека, который занимается информатикой, очень важны, ну, определенные качества мышления этого человека. И в данной ситуации по операционное мышление, логическое мышление, это очень важное свойство для человек, который собирается заниматься IT. Это первое. Вторая, второй фактор. У нас всегда в информатике есть две стороны. Первая сторона – это человек. Вторая сторона – это техническое устройство, компьютер. Вот логика компьютера, таким, как его придумал человек в середине 20 века, каким он стал сейчас, к 21 веку, логика компьютера, она основана на математической логике. Поэтому можно сказать, что не зная основы математической логики, программировать, например, невозможно. Потому что любое условие, которое пишете вы, либо в цикле, либо в условном операторе, это логическое выражение. Нужно понимать, по каким законам это логическое выражение строится. Когда вы напишите программу, перед вами будет стоять еще одна сложная проблема. Вам же нужно доказать, что ваша программа работает правильно. Значит, вам нужно построить логичную систему тестов, которая будет обосновывать правильность работы вашей программы. Иначе вашей программе доверять просто будет невозможно. Трудность этой темы для вас еще заключается в том, что если, например, у вас была тема в учебнике, которая называлась информация, кодирование информации, измерение информации, у вас точно так же была тема системы счисления, прямо в учебнике вы можете найти параграф, которые так называются, то темы, которые будут называться так, логика, у вас пока еще в учебнике нет. Это когда вы в 10 классе на профильном уровне будете учиться, у вас обязательно будет достаточно большой раздел, который так и будет называться основой математической логики. А вот сейчас у вас пока этого нет. Вам может показаться, что вы ничего здесь не знаете, но я вас хочу уверить в том, что вы как раз знаете очень много. Потому что, когда вы, например, занимались моделированием процессов, решением задач в электронных таблицах, вам приходилось писать, например, такую функцию, которая называется «Если». И после слова «Если» вы записывали логическое выражение. И в этом логическом выражении вы использовали логические функции «И» или «Не». если ваши учителя информатики с вами работали в системе управления базами данных, то там тоже вы составляли какие-то запросы, которые позволяли, например, найти информацию в базе данных. Для того, чтобы этот запрос сформировать, вам надо было построить логическое выражение. Если вы уже занимаетесь, а скорее всего, вы уже знаете основу какого-то языка программирования, то вы знаете, что в любом языке программирования, пусть это у нас в Пермском крае это чаще всего бывает либо Паскаль, либо Плитон, вы знаете, что там есть логические операции. По крайней мере, операцию «И» или «Не» все знают. Может быть, знает кто-то и больше этих логических операций. Итак, первое, что вам нужно знать, вам нужно знать логические операции. Вот те, которые я перечислила. «И» или логическое умножение или конъюнция. «Или» или логическое сложение или дизъюнция. «Не» или логическая операция, отрицание. И что значит знать логическую операцию? Надо, конечно, понимать, как она пишется. То есть в некоторых программах она будет писаться по-русски и или «Не», как, например, в Excel, в электронных таблицах. В некоторых случаях она будет писаться, например, на английском языке, как это делается в языках программирования. Тогда «И» это «Энд», или это «О», «Не» это «НОД». Но кроме этого, вы еще должны знать так называемые таблицы истинности. Я думаю, что вы эти таблички, наверное, в своих тетрадочках найдете, потому что не мог преподаватель информатики этого не рассказать, без этого очень трудно работать. Но я предлагаю не сами таблички запоминать, а запоминать формулу, по которой эту табличку можно воспроизвести. Что я имею в виду? Вот у нас есть логическая операция «Не». Мы запоминаем, когда у нас логическая операция «Не» дает значение «истина». Не дает значение «истина», когда оперант, то, к чему она применена, ложный. Опять же, слово «оперант» я произнесла. Возможно, какие-то учителя информатики этого слова не произнесли. Что оно обозначает? Ну, видите, у нас есть разные операции, как в математике. У нас есть операции в арифметике сложения, вычитания, умножения, деления. То, к чему она применяется, называется по-разному. Эта операция. Сложение – это слагаемое. В умножении – это множители. Вычитание – это уменьшаемое и вычитаемое. Договорились программисты, люди, которые занимаются информатикой, выделить операцию и то, к чему применяется операция, называть «оперант». Гораздо удобнее, правда ведь? Итак, еще раз. Операция не дает значения истины, когда оперант имеет значение ложь. То есть запомнили это, и все замечательно. Как запомнить таблицу истинности для конъюнкции, для логического умножения, для операции «и»? Операция «и» дает значение истины, когда операнты одновременно имеют значение истина. То есть истина и истина – это истина. То есть когда логическое сложение дает значение истина, когда хотя бы один из операндов имеет значение истина. То есть у нас может быть вариант какой? Истина или ложь. Истина. Истина или истина – истина. Ложь или истина – истина. То есть хотя бы один из операндов имеет значение истина, тогда логическое сложение дает значение истина. Вот это нужно знать. Дальше нужно знать приоритеты логических операций. На самом деле логических операций больше, но опять же знание 7, 8 и 9 класса вас толкает к тому, чтобы вы знали три логические операции. Какие у них приоритеты? То есть что выполняется раньше, если выражения не расставлены скобки? Раньше всего выполняется операция «не», потом «и», потом «или». То есть сначала отрицание, потом конъюнция, потом дизъюнция. Если мы хотим поменять эти приоритеты, как в обычной математике, мы ставим скобочки и они приоритеты меняют. То есть действия в скобках выполняются раньше. Ну и надо знать соотношение логических операций и операций над множествами. Вот видите, как много вы должны знать, но у вас не было вот такого отрезка непрерывного, когда вот только этим вы занимались, за исключением, возможно, того, когда преподаватель вас готовил к сдаче ОГЭ, и, возможно, там он просто отсортировал все задания ОГЭ, и там есть действительно раздел логики, и вот именно в такой логике он все вам и рассказывал. Вот что такое операция над множествами? Вот опять же, это дело математики, то есть теория множества это раздел математики, и вы этим занимались на математике совершенно точно, потому что и в начальной школе вы говорили про множество, и даже с помощью кругов фейлера их изображали. Потом, видимо, в средней школе вы знакомились с тем, что такое пересечение множеств, что такое объединение множеств. Так вот, зачем нам это надо? Дело в том, что логические операции очень похожи на операции над множествами. Чем? Вот, например, конъюнция это пересечение множеств, дизюнция это объединение множеств. Иногда при решении задач нам это очень помогает. Вот это та система знаний, которая размыта по всему курсу 7, 8, 9 класса, я ее просто сконцентрировала в одном месте, чтобы вы представляли, что мы от вас ждем, когда вот вы, ну, готовим для вас тесты на поступление в 10-й профильный IT-класс. Вот такое задание. Здание номер 7 из того варианта демоверсии, которая на сайте есть. Для какого из перечисленных ниже названий животных ложного высказывания? Высказывание такое. Первая буква согласная и вторая буква гласная или третья буква согласная. Так, вот теперь мысленно взяли, там перед вами видимо тетради находятся, ну, или мысленно совсем расставили приоритеты в этом выражении. Вот у нас есть конъюнция, логическое умножение, я только что сказала, что конъюнция у нас более приоритетна перед второй логической операцией, которая есть в нашем выражении. То есть сначала у нас будет выполняться вот это выражение, первая буква согласная и вторая буква гласная. И только после этого будет выполняться вот эта часть. Что значит это выражение ложное? То есть у нас все вот это выражение, первая буква согласная и вторая буква гласная, Или третья буква согласная равняется нулю, потому что, ну, в логике мы часто, я думаю, вы так на уроках делаете, ложь обозначаем число в ноль, а истину обозначаем значением единичка. То есть когда у нас это выражение ложь. Это выражение, вот у нас есть одно простое выражение логическое, второе простое логическое выражение, и они между собой соединены дизюнцией, да. Вот, когда дизюнция будет у нас ложная. Вот давайте вспомним, что я только что сказала. Дизюнция дает значение истина, когда хотя бы один из операндов имеет значение истина. То есть в очень большом количестве случаев дизюнция дает значение истина. Дизюнция дает значение ложь ровно в одном случае. Когда у нас будет ложным, будут ложными оба операнда, которые входят в наше выражение. Следовательно, у нас должно быть ложным выражение первая буква согласная и вторая буква гласная. Оно должно быть ложным. Одновременно с тем, что выражение третья буква согласная тоже ложное. То есть вот эти два выражения одновременно должны быть ложными. Что значит третья буква согласная равняется ложь? Это значит третья буква точно гласная. Ищем эту ситуацию, где у нас третья буква гласная. Вот это слово, это слово, это слово. То есть нас вообще не интересуют слова, которые находятся под цифрами 1 и 2. То есть здесь мы разобрались. Но у нас все равно осталось три слова. Нам же надо из этих трех слов выбрать какое-то одно. Именно то, для которого и это выражение будет ложью. Но давайте проверим слово коала. У нас должна быть первая буква согласная. Это истина. Вторая буква гласная. Это тоже истина. Но если мы истину умножим на истину, мы получим истину. То есть конъюнция дает значение истины, когда у нас одновременно оба операнды истины. Поэтому коала нам никак не подходит, потому что здесь и первая буква дает значение нам истина. То есть первая буква согласная. И вторая буква у нас гласная. То есть нам не подходит слово коала. Ну вот я тут уже подчеркнула ответ. Давайте проверим, почему нам заяц не подходит. Заяц по этой же причине не подходит. Первая буква у нас согласная. Вторая буква у нас гласная. Следовательно, все вот это выражение, оно будет истинным. А нам надо, чтобы эти выражения были ложными. Все замечательно. У нас осталось еще одно слово. О том, что совсем расстроились. Давайте проверяем это слово. Итак, первая буква согласная. Истина. Вторая буква гласная. Ложь. Но мы знаем, что если у нас в конъюнции хотя бы одна часть равняется лжи, то вся конъюнция превращается в ложь. Следовательно, для этого слова вот это первое выражение равняется лжи. Что это означает? Это означает, что слово тритон нам полностью подходит. Именно для слова тритон вот это высказывание является ложным. Ну, а от себя хочу еще сказать. Ребят, пожалуйста, всегда очень внимательно читайте условия задания. Особенно это важно, когда вы какой-то экзамен сдаете. Потому что от этого будет зависеть, получите вы заветный балл за это задание или нет. Вот здесь задания, которые таким образом сформулированы, они имеют определенный уровень сложности. Вообще, любое задание по логике на ложность решать, наверное, ну, может быть, внешне сложнее, нежели чем, если бы у нас спрашивали про истину. Но сразу пугаться не надо. Надо внимательно рассматривать то выражение, которое у нас есть. И если в выражении главным является дизъемция, а у нас оба простых выражения соединены дизъемцией, то ложь – это наше спасение. Еще раз напоминаю, почему. Дизъемция имеет значение ложь в очень ограниченном количестве случаев, а ровно в одном случае. И это здорово. Так, таким образом, у нас задачку становится решать просто легче. Ну, вот так решаются эти задачи. Потому что, на самом деле, какую ошибку здесь обычно… Вот я не говорила про ошибки, которые вы могли допустить в предыдущих заданиях. Потому что, на самом деле, если вы видите правильное решение, то, наверное, алгоритмы вы представляете, и, возможно, возражений никаких у вас нет. А вот здесь вот ситуация какая могла быть? Вы могли пойти по пути, что вы взяли и построили отрицание вот этого высказывания. А поскольку вы не знаете законов логики еще пока, то есть отрицанием этого высказывания является применением закона, который есть в логике. Я сейчас его говорить не буду, но он на самом… Ну, это закон называется «Закон Моргана». Я вам не буду просто произносить, что он из себя представляет. Вот именно он позволяет решить эту задачу правильно. Скорее всего, вы еще в вашей практике знания информатики за 7-й, 8-й, 9-й класс этого закона не знаете. Поэтому лучше действовать при решении этого задания таким образом, как я вам показала, вот по тому алгоритму, который я вам показала. Так, ну, следующее задание, задание номер 8. Это классическая логическая задачка, которую вы, наверное, решаете еще, наверное, с того момента, как готовились поступать в школу. Да, там, воскресная школа, вы там решали какие-то логические задачи. Потом вы перешли в начальную школу, логические задачи, они вам встретились, наверное, в каких-то даже олимпиадах, возможно, за начальную школу. Но в любом случае в курсе математики они вам точно встретились. Ну, и логические задачки очень серьезные, таким образом закрученные, где-то много условий, они между собой очень сильно переплетенные. Эти условия, скорее всего, вы решаете, решали в средней школе и решаете и сейчас тоже. Потому что на самом деле логические задачи – это проверка интеллекта на гибкость этого интеллекта. Опять же, гибкость интеллекта – это очень важное свойство для человека, который собирается заниматься информатикой. Если вы, товарищи, любознательные, то вы можете вот сегодня после нашего вебинара прямо забросить такую ссылочку в интернете. Там есть такая так называемая задача Эйнштейна. Ну, по легенде, Эйнштейн придумал эту задачу. Вот там логическая задача, которая имеет очень много уровней. Там, по-моему, если я не ошибаюсь, 4 уровня. И эта задачка становится достаточно сложной. Можете засечь время, за которое вы решите эту задачу. Есть такое показатель. Правда, в сети интернет вам, скорее всего, вместе с этой задачей решение сразу же покажется, но вы же можете всегда не смотреть и порешать такую задачу. Но у нас не все так сложно. Для решения задачки Эйнштейна вам понадобится большое количество минут, возможно, десятки минут. Для решения этой задачи вам не надо будет столько времени. Надо будет внимательно прочитать условия задачи и решать эту задачу я вам очень сильно рекомендую, составляя так называемую матрицу решений. Таблицу решений иногда это называют. Таблицы решений это называют. Что в этой таблице решения у вас может быть? Ну, во-первых, вы внимательно читаете условия задачи. Одноклассники Леонид, Константин, Михаил, Дмитрий и Сергей после окончания школы поступили в университет. Двое ребят поступили на физический факультет, трое на математический. Сергей поступил туда же, куда и Михаил. Константин и Михаил поступили на разные факультеты. Дмитрий и Михаил тоже. Леонид и Дмитрий поступили на один факультет. Кто из ребят поступил на математический факультет? Поскольку у нас здесь речь идет, по сути дела, о двух объектах. Какие объекты здесь у нас есть? Люди, которые имеют имена Леонид, Константин, Михаил, Дмитрий. И факультеты. Их тоже два наименования. Физические и математические. Поэтому мы можем два этих объекта соединить в таблицу. То есть расположить эту таблицу можно так, как вам удобно. Я предпочитаю таким образом располагать, чтобы тех объектов, которых у меня было меньше, они были по горизонтали, которых было больше, я их располагаю по вертикали. Так удобнее листать информацию. Если обратите внимание, на сайте вы также листаете информацию. Вы ее листаете всегда по вертикали, а не по горизонтали. Так, замечательно. Мы объекты расположили, а дальше мы, собственно говоря, снова читаем задачку и одновременно с этим решаем эту задачу. В этом и суть таблицы решения. Снова читаем задачу нашу. Двое ребят поступили на физический факультет. Мы пока не знаем, кто это. Вот я читаю дальше условия. Запомнила, что двое на физический факультет должны были поступить, трое на математический. То есть я уже предполагаю, что у меня на физическом факультете должно быть два плюсика, а на математическом три плюсика. Дальше. Сергей поступил туда же, куда и Михаил. Я выдвигаю первую гипотезу, что Сергей и Михаил у меня поступили на физический факультет. Поставил туда плюсики. Дальше. Константин и Михаил поступили на разные факультеты. То есть у меня есть Михаил, значит, Константин железно должен был поступить на математический факультет, поскольку Михаил у нас на физический поступил. Дальше. Дмитрий и Михаил тоже, опять же, Дмитрий по отношению к Михаилу должен находиться на другом факультете. А вот Леонид и Дмитрий поступили на один факультет, поэтому на математический факультет добавляем Леонида. Замечательно. Кто поступил на математический факультет? Все. Мы ответили на наш вопрос. Дальше осталось только в перечне тех возможных ответов, которые будут в вашем тесте, выбрать правильный ответ. Вот у нас получилась такая история. Помните, что я сказала в начале, когда начала ставить плюсики? Я сказала, я выдвигаю гипотезу, что у меня Сергей поступил туда же, куда и Михаил. Я их расположила на физический факультет, поскольку у меня тут два объекта, и я их сразу на физический расположила. У меня могли быть условия таким образом сформулированы, что вот у меня бы еще один человек добавился на физический факультет. Что это означает? Это означает, что я выдвинула гипотезу неверную. Это значит, надо было зачерпнуть те плюсики, которые я поставила, и начать все сначала, выдвигая другую гипотезу. Это бы означало, что Сергей и Михаил поступили на математический факультет, и из этих соображений я должна была раскручивать эту задачку. Но мне повезло, я выдвинула гипотезу, но, собственно говоря, я выдвинула из тех соображений, что у меня как раз было сразу названо два имени, и два человека должны были поступить на физический факультет. Когда я первый раз читала задачу, я уже понимала, что там у нас очень сильные такие расхождения будут, что по отношению к Михаилу у нас люди будут поступать на разные факультеты, поэтому выдвинула эту гипотезу, на самом деле я не случайно ее выдвинула. Я уже, прочитывая задачу, я уже обдумывала алгоритм ее решения. Но могло так статься, так бывает, и очень часто так бывает, что та гипотеза, которую вы первую выдвинули, она может быть неистиной. Тогда вы просто зачеркиваете плюсики, которые наставили, и начинаете все сначала, переставив плюсики в другое место. Но в нашей ситуации все сложилось очень хорошо. Еще раз давайте, поскольку я тут промежуточно много поговорила, еще раз свою логику рассказываю. Я запомнила, что у меня два человека на одном факультете, три человека на другом факультете. Сергей поступил туда же, куда Михаил, я вот эти плюсики поставила, выдвинула такую гипотезу. Дальше, читая условия задачи, я расставляю остальные плюсы. То есть Константин и Михаил поступили на разные факультеты. То есть Михаил и Константин плюсики должны быть в разных местах. Леонид и Дмитрий поступили на один факультет. Нет, я пропустила, извините. Дмитрий и Михаил тоже на разные факультеты. То есть Дмитрий добавляем еще сюда. Ну и Леонид и Дмитрий поступили на один факультет. Собственно говоря, он и решил, Леонид, правильную гипотезу выдвинул или нет. Ну вот, задачка таким образом сложилась. Еще раз, этот метод называется таблицей решений. Возможно, что вы ими пользуетесь, но возможно, что вы не знали, что это так называется. И последняя задача, которую мы сегодня с вами рассматриваем, она тоже связана с логикой. Ну и немножко об истории самого задания. Дело в том, что когда интернет начал приходить в наши дома, это произошло в 20 веке, в конце 20 века, браузеры не так хорошо были развиты. Поисковая система браузеров была не так хорошо развита. И там люди, которые должны были получить какую-то справку или какую-то информацию из интернета, должны были запрос на поиск формулировать с помощью специальных знаков. То есть в этом запросе обязательно должны были присутствовать операции или, и эти операции обозначались специальными знаками. Или вот таким знаком и вот таким знаком. Вот теперь позавидуйте себе, людям, живущим в 21 веке, которые могут спокойно в браузере, даже с ошибками написать запрос, вас совершенно спокойно повисковые системы понимают, подправляют и тут же вам кажется, что вы еще не дописали ваш запрос, ответы на ваши запросы уже выходят. Вот это к тому, насколько быстро технологии IT развиваются. То есть они очень быстро развиваются. Но это задание по логике. И давайте с этим заданием разбираться. Итак, в таблице приведены запросы к поисковому серверу. Расположите номера запросов в порядке убывания количества страниц, которые найдет поисковый сервер по каждому запросу. Для обозначения логической операции «или» в запросе используется символ вот такой, вертикальная черточка, а для логической операции «и» вот такой. Вот. С чего мы должны с вами исходить? В качестве ответа мы должны будем дать последовательность вот тех букв, которыми закодированы вот эти логические выражения. Ну, первое. Внимательно читайте условия задачи. Нам надо расположить все это в порядке убывания количества страниц. То есть убывание – это значит, мы должны расположить все от большего к меньшему. Это тоже очень важный момент. Потому что представьте себе, что вы задачу решили правильно, а ответ записали неправильно. Понятно, что будет противоположный ответ, где будет все обозначено в обратной последовательности. Г, Б, А, В. Итак, по убыванию – это значит от большего к меньшему. Теперь давайте разбираться, где у нас будет большее количество ответов на наши запросы. Объединение всегда дает большее количество ответов. То есть где у нас объединение больше, там будет большее количество ответов. Пересечение дает меньшее количество ответов. Объединение или дизъюнция дает большее количество ответов. Пересечение или конъюнция дает меньшее количество ответов. Поэтому, отвечая на этот вопрос, мы поступаем очень просто. Первое. Ищем ту строчку, в которой у нас находится большее количество дизъюнций. Это вот эта строчка, строчка В. Яшма или гора или порода. Ее ставим сразу на первое место. Везде, где у нас будет встречаться хотя бы одна конъюнция, у нас количество наших ответов будет меньше. Следующий претендент на второе место, он тоже явно виден. Вот здесь ни одной конъюнции нет, поэтому яшма или порода сразу же становятся на второе место. А вот ответ, куда поставить В, куда поставить Г, ну вот здесь надо остановиться и подумать, что здесь у нас такое происходит. Вот смотрите, если мы, ну понятно, что вот здесь у нас будет пересечение двух этих объектов, да, либо конъюнция этих двух объектов. Но к ним добавляется, к ним добавляется вот просто все, что известно про слово порода. Вот вся информация, в которой у нас есть слово порода. Это у нас существенно увеличит количество страниц, которые в запросе будут. В отличие от вот этого случая, где у нас сначала яшма, все сообщения, в которых встречается слово яшма и все сообщения, в которых встречается слово гора, будут объединены за счет дизъюнции. И потом они резко будут сокращены за счет вот этой конъюнции. Потому что из всего вот этого множества, которое здесь сложилось, выберутся только те, в которых встречается слово порода. То есть у нас одновременно должны быть выполнены такие события яшма и порода или гора и порода. Поэтому расставляем вот в такой последовательности. Сначала Б, потом Г. Еще раз запомните, если у вас стоит конъюнция главной операции, а ведь у нас сначала выполнится действие в скобках, потом выполнится вот это действие, заключительная операция, последняя операция, то здесь запросов будет меньше, нежели в случае, где у нас заключительная операция, последняя операция будет дизъюнция. В этот момент где-нибудь себя запомните или запишите даже. То есть здесь ответов на запрос меньше, нежели чем здесь. То есть за счет того, что вот порода объединится со всеми вот этими ответами, у нас существенно добавится количество страниц. Ну и поэтому ответ на наш вопрос получается очень простой. В, А, Б, Г. Если резюмировать по этому вопросу, он хитрый вопрос. Он когда-то был в ОГ, а сейчас в ОГ этот вопрос заменен на другой. Ну, скажем, не менее хитрый, но он по-другому просто сформулирован. У вас сейчас в ОГ, что находится? У вас находятся какие-то множества, которые тоже могут между собой либо объединяться, либо пересекаться. И вы там смотрите количество назначения в пересечении или объединении этих множеств. То есть вопрос вот сейчас вот так выглядит. Когда-то вот он выглядел так, ну и в демо-версии его специально включили, потому что это некоторый откат какой-то информации. И это первое. И второе, он позволяет понять, а абитуриент вообще понимает суть операции дизъюнца и суть операции конъюнца и их сочетание. То есть вот этот вопрос как раз вот для этого и предназначен. Поэтому он совершенно оправданно находится в тесте для поступления в 10 класс лицея при высшей школе экономики. Так, ну первая часть нашего вебинара, по сути дела, у нас сейчас так завершена. Так, сейчас я вернусь. Ну и теперь я бы, конечно, хотела пообщаться с вами, потому что я вот рассказала 9 вопросов. У нас остается 11 вопросов, но я сознательно сейчас не перехожу в другие темы, потому что вот большую часть тем я разобрала. У нас остались вопросы, которые будут соотнесены к двум темам, не менее важным, нежели чем то, что я рассказала. Это тема алгоритмика и программирования и тема пользовательских курсов. То есть проверка на то, насколько вы понимаете, что такое алгоритм, и проверка на то, насколько вы умеете пользоваться теми программами, которые на современном компьютере установлены, и умение пользоваться этими программами как раз и будет проверяться. Это прежде всего электронная таблица, конечно же. Так, я жду от вас вопросы. Так, я вижу, что у нас участников 13. Пожалуйста, есть ли какие-то вопросы? Так, а давайте все-таки как-нибудь пообщаемся. Скажите, пожалуйста, вы видели демо-версию этого теста и прорешали ее? Поставьте мне, пожалуйста, плюсики. Кто видел эту тему, кто прорешал, поставьте второй плюсик. Так, вот, молодцы. Ребят, которые вот мне даже прорешали, с ответами сошлись сразу же? Или потом пришлось каким-то образом проверять себя? Хорошо, понятно. Тогда у меня такой вопрос. Мы с вами встретимся во вторник, и, может быть, есть какие-то пожелания из того, что я вот сегодня рассказала, повторить это. Я сейчас могу, например, повторить какое-нибудь задание еще раз, другими словами, если чего-то было не понято. Если есть какие-то пожелания, я могу добавить задание. Например, Виталия Геннадьевна, хочу, чтобы вы нам девятое задание, другие виды этого девятого задания показали, мы еще бы порешали их. Есть такое желание? Ну, чтобы продуктивно у нас наша встреча во вторник произошла. Тем более, что не очень удобно у меня здесь получается. В тот момент, когда я показываю презентацию, я вас не вижу. Не очень удобная ситуация, но вот так сложилась эта ситуация. Поэтому... Хорошо. Тогда скажите, пожалуйста, все ли было понятно из того, что я рассказала? Хорошо, Андрей. Да, понятно. А кто из вас степени двойки знает наизусть? Похвастайте. Молодец. Хорошо. А все знают вот этот способ перевода числа десятичного в двоичное с помощью степеней двойки? Пользуйтесь этим на информатике. Или все открывают калькулятор сразу же? Молодцы. Ну, ребят, если вопросов нет, наш вебинар завершился. Если вопросы есть, я с удовольствием на них буду отвечать. Я люблю отвечать на вопросы. Так, вопросов нет? Тогда, наверное... Так, еще здесь они могут быть у нас. В чате не вижу. В вопросах не вижу. Ну, если вопросов нет, ребят, я могу с вами попрощаться. До свидания. До вторника. Во вторник говорим с вами о программировании. Я вам расскажу все это, чтобы, конечно... Понимаете, одно дело поступить ведь в лице, другое дело после этого учиться там. Что желательно, вот, может быть, даже за лет посмотреть, если вы не уверены, себя чувствуете в языке программирования. То есть современное программирование для десятиклассников все-таки рекомендовано на языке Pascal, как минимум, но лучше Python. Потом, если вы будете заниматься олимпиадным программированием, скорее всего, нужно выучить еще один язык программирования к Python, например, C. И тогда вот уверенность в том, что у вас такой хороший багаж, вот он будет. Современное... Вас, наверное, тоже интересует... Понятно, что вы выбираете новое учебное заведение, и, скорее всего, вы думаете, что вы будете сдавать единый государственный экзамен по информатике. Так вот, современные задания единого государственного экзамена по информатике, там задания так устроены, что они программируются практически все сейчас. То есть если я два года назад своим ученикам 11 класса говорила, ребят, ну, вот, две трети вы программируете, одну треть на листе бумаги решаете, то сейчас большая часть заданий, которые есть в составе ЕГЭ, они программируются. Львиная доля этих заданий. Более того, задания стали сейчас видоизменяться, и они вот таким образом сформулированы, что на питоне они программируются удобнее. Я не могу сказать, что легче. Удобнее, нежели чем на языке Pascal. Поэтому, скорее всего, языком надо будет заниматься очень серьезно. Так, ну, что? До свидания. Так, я смотрю, никто. А, вот, вопрос появился. Ура! До свидания. Я думала, вопрос появился. До свидания, ребяток. Очень рада была с вами пообщаться. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok. Добавил субтитры сделал DimaTorzok. Добавил субтитры сделал DimaTorzok. Добавил субтитры сделал DimaTorzok.